здравствуйте ребята сегодня насколько я помню 23 по моему февраля ну сейчас у нас вот 9 часов утра ну и конечно давайте обсудим так сказать поспекулируем о том что происходит с нашим героем юрий моша мы не будем опираться ни на какие слухи и ни на что только факты на что факты такие что во всяком случае вчера вечером некоторые из вас мне в личку там пишут через вконтакте вот одно отчетом а чё с ним ну я не знаю чё с ним у меня я никогда с ним не общался никогда не дружил только пару раз у меня было пару пару переписок потому что у меня были претензии к его школьникам которые меня постоянно доставали прорекламировать значит вот это все дело да это все я могу убери от меня своих школьников короче они меня достали потому что некоторые еще и начинали материть в ответ представляете вот но я тоже за словом в карман то не полез так что в общем это все то есть у меня нет связи да но на вчерашний день вчера вечером так как меня спрашивали люди я зашел на сайт билл пи . джио вина билл пи . это сайт где можно посмотреть всех заключенных как бы да не всех а конкретно вот этого вот этого отдела как бы куда их всех забрали этих товарищей и я хочу подчеркнуть они все на данный момент на данное время они все все эти лица обвиняемые то есть приговору они не приговоренные они обвиняемые то есть я так понимаю суда же еще не было то есть какой-то суд там был который определил можно ли выйти под залог или нет и вот мы мы с вами не знаем суд разрешил выйти под залог либо не разрешил то есть если разрешил то может быть какую-то огромную сумму выкатил там несколько миллионов допустим долларов да потому что что такое выйти под залог это значит что ты отдаешь деньги государству и за эти деньги ты на свободе до суда если ты вдруг в суд не пришел куда-то исчез куда-то сбежал то эти деньги будут потрачены на то чтобы тебя разыскать то есть чтобы это не государственные деньги не бюджетные расходовались а именно это как бы идет фонд твой розыска твоего как бы да вот и соответственно судья на вот таком самом первом суде когда только арестовали решает какую сумму залога тебе назначить ну в зависимости от того видимо насколько серьезные обвинения и насколько есть судья видимо посчитает есть вероятность что ты как бы исчезнет сбежишь может быть из страны даже или чего хотя сбежать из страны мне кажется сложно потому что скорее всего люди последствия попадают в списке не выездных а такие списки в америке если вы не знали они тоже существуют так вот на данный момент то есть на на вчера вечером вряд ли что-то изменился вчерашнего вечера я проверял заходил на этот сайт вводил имя и фамилию интересующего вас вот человека и там написано что release date unknown это значит что не выпустили иначе там было бы release date то есть дата выпуска дата выхода как бы оттуда да мы опираемся с вами только на официальные источники причем публичные источники то есть у нас нет никакой инсайдерской информации с вами мы не раскрываем какие-либо там личные данные и так далее мы просто заходим в public records так сказать то есть в общественные записи в учет и смотрим что там есть то есть любой из вас может это сделать то есть это не какая-то закрытая информация которую там допустим нельзя распространять вот собственно такая на данный момент ситуации больше нам с вами ничего не известно спада я так понимаю что этот персонаж он сидит пока там чем интересно где находится но там же написано адрес значит заведение где это находится находится это в бруклине в такой его северо-западной части возле третья авеню причем в этом районе раньше были фабрики но фабрики давно закрылись и там эти здания начали переоборудовать под квартиры гостиницы офисные помещения но и какие-то еще фабрики там мебельные немножко есть и вот это вот судя по тому что показывает сразу google на съемках улице это вот одно из бывших фабричных зданий видимо переоборудованная под вот место временного содержания но что-то типа как сизо дали как называется в россии выглядит там все довольно новым то есть видимо это место открыто не так давно ну и соответственно когда-то там была фабрика то есть все это переоборудовано там по-другому теперь все но вот так это происходит то есть обсуждаем и с вами товарищ так сказать находится сейчас вот там то есть я делаю вывод что наш персонаж находится сейчас там никуда он пока не вышел значит существуют очень там уже какие-то разговоры что это михаил портнов нанял этого дудника но ребята а я не знаю правда это или нет это кстати может оказаться правдой да но ребята я вам скажу так ну если если господин ни в чем не виноват значит его оправдают и все и как бы выпустит и никто никуда не сядет как говорится сейчас милиция разберется кто из нас халоп получается что мы будем мы будем ждать разбирательство я давно как бы давно давно уже давно отписался от этой русской америки сеть ерунды потому что там там ну как вообще совершенно были темы которые меня не интересовали но но многие из вас мне начали писать скидывать эту новость ну соответственно я решил что этой новости видимо стоит поделиться стоит обсудить ну комментарии как всегда как наверно к девяносто девяти процентов роликов на канале все комментарии открыты пожалуйста пишите что вы думаете по этому поводу опять же я говорю на данный момент мы опираемся только на факты не на какие-то слухи или чего на данный момент наш персонаж арестован персонаж вместе там с остальными персонажами о которых я никогда даже не слышал находится под арестом персонаж и обвиняется вот вот в этих вот значит мошеннических схемах связанных с иммиграционными службами это только обвинение насколько я понимаю то есть приговоры еще нет соответственно мы ждем дальнейшего развития событий и будем узнавать что будет дальше если вам это интересно ну собственно все свидание и тебя вылечит и тебя тоже вылечит и меня вылечит